Лесли и Рыбку после решения суда перевезли в Бангкок, сообщил источник. Лесли и Рыбку после решения суда перевезли в Бангкок, сообщил источник. 8 часов 12 минут. Знак авторского права. Вашукевич в суде Паттайи. 15 января 2019 года. Знак авторского права. Паттайя, Таиланд. 16 января РИА Новости. Анастасия Вашукевич, Настя Рыбка, Александр Кириллов, Алекс Лесли, и еще шесть фигурантов дела о нелегальном секс-тренинге в Таиланде спешно перевезены в Бангкок в Центр Временного Содержания, ЦВС иммиграционной полиции, сообщил РИА Новости источник в иммиграционной полиции Паттайи. Суд Паттайи во вторник приговорил восемь человек к условным срокам заключения и открыл путь для их депортации из страны. Вчера, 12 часов 57 минут суд в Таиланде приговорил рыбку и Лесли к условному сроку их увезли в Бангкок вчера поздно ночью, спешно оформив здесь все необходимые документы, сообщил агентству источник. В посольстве России в Бангкоке РИА Новости подтвердили, что фигуранты дела о секс-тренинге перевезены в Бангкок и находятся в ЦВС. Нам сообщили, что все осужденные на условные сроки по этому делу, все восемь граждан России и Белоруссии вчера поздно ночью были доставлены в Бангкок и помещены в камеры Центра Временного Содержания иммиграционной полиции, сообщили агентству в российской депмиссии. Старший консультант по делам иностранных граждан адвокатской коллегии. Таилан Бео. Найтан Финей прокомментировал агентству спешный перевод фигурантов дела в Бангкок, назвав это крайне необычной ситуацией. Вчера в 16 часов 18 минут адвокат Дерипаски активизируется, если рыбку или если экстрадируют в Россию, обычно после окончания дела в суде проходят по крайней мере несколько дней, прежде чем осужденных вывозят в Бангкок, помещают в ЦВС и начинают готовить процедуру депортации. Вот так решить все вопросы, оформить все документы за один вечер и под покровом ночи вывести осужденных в Бангкок это почти невероятно, я не помню подобных прецедентов, сказал он. По процедуре их должны были сначала доставить из суда в тюрьму, затем выпустить из тюрьмы и передать уголовной полиции, тому отделу, который их арестовывал в феврале прошлого года. Уголовная полиция потом должна была передать их иммиграционной службе, и их должны были поместить в камеры временного содержания в Паттайе до перевода в Бангкок, сказал Финей. Все формальности были наверняка соблюдены, но соблюдены с неимоверной скоростью, отметил он. 19 июля 2018 года, 22 часа 33 минуты рыбка передумала передавать США компромат, сообщили СМИ, юрист пояснил также, что обычно автобус с арестантами из Паттайи ходит в бангкокский ЦВС раз в неделю и всегда днем. Для перевозки Лесли, Рыбки и их товарищей, по всей видимости, был выделен отдельный транспорт, сказал он. Лесли, Рыбка и остальные обвиняемые были арестованы в одной из гостиниц Паттайи в феврале прошлого года во время проведения секс-тренинга. Первоначально их обвинили в организации нелегального тренинга и нарушении трудового законодательства Таиланда. Затем в апреле суд Паттайи снял с них эти обвинения в связи со скорым вступлением в силу поправок к Таиландскому закону о труде, отменяющих уголовное преследование за организацию семинаров и тренингов без надлежащего оформления разрешений уведомления власти. Однако пока суд рассматривал первое дело в отношении арестованных, в полицию Паттайи поступили заявления, в которых участники группы Лесли обвинялись в создании на территории Таиланда тайного преступного сообщества и предоставлении услуг сексуального характера в составе преступной группы. После рассмотрения заявлений предварительного следствия прокуратура Паттайи составила обвинительное заключение по новым обвинениям и передала его в суд. 9 июля 2018 года, 13 часов 31 минуты Дерипаска отсудил миллион рублей у рыбки и Лесли.